Всем привет! Вот и закончились все новогодние праздники Крещенские праздники Да, Артём? Да Сегодня мы будем с Артёмкой выбирать ёлку Вот И сейчас в коробку будем выбирать все шарики Ёлку ещё хотели убрать 14-го числа После Старого Нового Года Но, как видите, мы стали выпускать очень-очень много влогов Поэтому не до ёлки было В воскресенье ещё Артём на кастинг поехал В Екатеринбург Всё будет Результаты кастинга будут в среду Поэтому будем ждать Надеяться Что хотя бы Артёмка там попадёт в эту сутку Я вначале думал, что это человек 200, наверное, будет Оказалось, что 500 человек Когда нам этот бланк дали для заполнения Нам было написано, что участок 500 человек Которые прошли регистрацию на сайте В этом году докупили ещё две гирлянды Одна гирлянда живая на ёлочке осталась А другую дети порвали Слишком тоненькие провода были Ну, не по сути, не совсем дорогие были эти гирлянды Но сразу вам скажу Лучше на этом деле не экономить И покупать сразу хорошие гирлянды У нас одна гирлянда Её уже, наверное, лет 5, наверное Если не больше, наверное И каждый год мы её весим Но она прям очень-очень хорошая Провода очень толстые у неё Под гирляндой не висит Это не гирлянда Это мишура Вот, кстати, давайте я вам покажу гирлянду Вот, которая 5 лет уже гирлянде Вот, смотрите, какой провод у неё толстый И вот, купили вот эту гирлянду Думаю, разницу видите, да? Провали они уже не один раз Вот, получается, здесь раз Два И где-то ещё было порвано Вот, три После трёх раз я уже решил Что я эту гирлянду не буду ремонтировать Не буду включать Уберу её И на следующий год Отремонтирую И куда-нибудь повешу повыше Чтобы дети её не достали Вот такие вот носки ещё есть Все гирлянды убираю отдельно в пакет Артёмка ещё решил Наклейки подклеивать Да, Артём? Угу Ну, это-то и я люблю Поотдирать-то Кстати, вообще Очень удобные наклейки Хорошо приклеиваются И так же хорошо отклеиваются И самое главное Никакого клея не остаётся Мы всё убрали Все гирлянды Убрали все игрушки Убрали всю мишуру Теперь можно убрать всю вилку Так, ёлку сейчас что-то... Ёлку сейчас завернём Не могла мы сейчас её согнуть И завернём Чтоб она у нас не испортилась Не выцвела Потому что один раз ёлку не закрыли Бросили её на второй этаж И через окошко У нас небольшая часть ёлки выцвела Поэтому её надо убирать От солнечного света Вот так вот Загибать Вот так вот Кверху надо загибать Кверху Вот смотри, видишь, как я загибаю Она становится Такой вот тоненькой В этом году ещё хотели Оставить домой настоящую ёлку Но когда мы её поставили Поняли, что игрушки на ней Все Вот так вот висят Поэтому обратно поставили Искусственную ёлку Сейчас ёлки продают намного красивее Крошнее Уже с эффектом снега Ничего нет Но цена таких ёл Конечно Очень высокая Ну если будет Много-много денег То, конечно, мы бы Хотели бы себе купить Такую ёлочку А эту уже заменить Так как Всё равно уже 7 лет 6-7 Это уже много для ёлки Она уже всё равно Не такая пышная, как раньше А вы тоже слышите эти звуки? Давайте сходим посмотрим Что там у нас творится Что тут устроили? А ты чё скатаешь? А? А? Штаны неправильно одел Антошка, Антошка Ну-ка покажи-ка Штаны едата Наперёд И поехал Город Оставь Смотри 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 Тебе Скисачки На ту Что-то Ничего тут Ну-ка Хватит Вот ты какой Начинаем делать ремонт в спальне Сейчас буду делать разметку двухуровневого потолка С помощью лазерного уровня Бош Оля сказала Много без меня не делать Она сейчас ушла В первую смену С утра Как появится у неё свободное время Будем продолжать Поэтому она сказала Что Слишком много В этой спальне Ничего не делать То есть Будем всё обсуждать вместе И уже будем делать вместе Но опять же Если у неё будет очень-очень много работы То придётся всё делать не одному Поэтому поддерживаю Молю лайком Пишите свои комментарии Чтобы она делала ремонт вместе с одной Начинаем с того Что сейчас начнём делать первую разметку Первая разметка у нас Пойдёт вот по этой стене И вот по этой стене Вот так вот пойдёт Потом у нас пойдут Пятиметровые Пятиметровый профиль Вот так вот Вот эта стенка И вот эта стенка Будет С этой стороны у меня остаётся 40 см Вот С этой стороны Остаётся 60 или 65 Надо сейчас посмотреть Это для того Чтобы Шторы выходили Из потолка Ну примерно Понимаете да Как это всё будет Вот И 40 см Получается Сам был короб То есть с этой стороны 40 будет С этой С этой В общем так 20 И 36 Сейчас с той стороны Отмеряем 36 С этой стороны Тоже 36 Здесь 20 И 36 Разметка готова Прикручиваем профиль Тоже 36 Тоже 36 Тоже 37 В общем так Тоже 37 В общем так Важно С этой стороны Тоже 37 Тоже 37 С этой стороны В эти отверстия я не закручиваю саморезы, так как они идут под дюпель-гвоздь, я делаю отверстия рядышком, а точнее вкручиваю саморез, потому что видите, шляпка туда проваливается и профиль будет направляющий болтаться. Профиль прикрутили, останется сейчас замерить вот этот небольшой промежуток. Так, вот отсюда нам надо, так, вот так, и досюда, 42. Мне как раз где-то было небольшие остатки направляет. Сейчас померим, возможно вот эта вот направляющая нам подойдет, 42 плюс 42, 84, замеряем. Да, подходит. Дальше мы с Олей будем крепить профиль и гипсокартон, но, конечно, если у нее уже будет время, желание, поэтому обязательно пишите свои комментарии, чтобы у Оля приходила на стройку. Можете написать такой комментарий, Оля, мы ждем тебя на стройке. Когда я вам снимаю видеоролики на втором этаже, на первом этаже дети устраивают полный срач. Ну вот тут морковку походу чистили, все везде разбросано. Да, на кухне тут вообще просто трэш. Дети уже походу без меня тут спортом занимаются. Давай, Наташа, попробуй меня потяни. Ну что, ребята, будем лазить по канату-то? Да. Отжиматься, да? Да, 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 да. Ну все, давайте. Так, давайте небольшой порядочек тут сделаем. Да. И будем ползать по канату. Еще одна главная информация для тех, кто болел за Артемку на фотоконкурсе. Сегодня выпустили все фотографии, которые были сделаны 19 января. Мы думали, что уже в среду будут готовые итоги, а на самом деле в среду лишь только выпустили все фотографии, которые были сделаны 19 января. Если сегодня вечером объявят победителей, я вам обязательно напишу в комментариях. Если в какой-то другой день, возможно, выйдет другой видеоролик, и я вам там уже скажу, попал Артемка у нас в победителей или нет. На сегодня все. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всем пока.